Сегодня начинается неделя Ирландии в Архангельске. В эти выходные с гастролями приезжает Борис Гребенщиков. Театр «Балаганчик» представляет новую редакцию своего спектакля, а кинотеатры запустили премьеру «Сказки Золушка». Обо всем поподробнее в нашей традиционной рубрике «Афиша». Анна Карелина продолжит. По случаю наступления весны и Дня Святого Патрика в Архангельске решили организовать неделю Ирландии. Она пройдет с 13 по 21 марта. И что стоит отметить отдельно, больше половины этих мероприятий вы можете посетить бесплатно. День Святого Патрика – праздник, переросший все национальные границы. Он давно стал своеобразным Днем Ирландии во многих странах мира и отличной традицией для всех любителей безудержного веселья. Всю неделю можно зажигать на вечеринках. Различные площадки города будут превращаться в ирландские пабы с музыкой и танцами, а также с акциями, сюрпризами и конкурсами. Каждый желающий в этот день становится ирландцем. По народной традиции в этот день принято одеваться в зеленые или прикреплять к одежде трелесник. Расписание недели Ирландии ищите на баннерах города и в группе в соцсети ВКонтакте. А знаете ли вы, что в Архангельске есть самодеятельный театр «Балаганчик»? А он существует уже больше 20 лет. И в эти выходные 14 марта в 3 часа дня он вновь открывает двери своим любимым зрителям. Будут давать коллегу с острова Енишмаан в новой редакции. «Маленький поселок – это такая большая семья. А в семье каждому до тебя есть дело, тем более если ты особенный. Например, коллега-сирота – странный, начитанный, замкнутый подросток 17 лет. Мало того, что всем до тебя есть дело, история твоих родителей – странная тайна. Не дает покоя, толкает тебя на отчаянные шаги и решительные поступки. Но не слишком ли великатся на разгадки тайн и обретения семьи? Спектакль пройдет в одном из корпусов в САФУ. По адресу Смольный, Буян, дом 7, аудитория 219. Вход свободный. Боб, Гребень, Грибобор, БГ, Грабощенков, Бородатая грыжа, Будда Гаутама. Каких только прозвищ не придумают этому артисту его любимые фанаты. И уже 16 марта в Архангельске и 17-го в Северодвинске они готовятся встречать Бориса Гребенщикова. И, как говорят у нас в Одессе, будем посмотреть, чем он будет удивлять. Музыкант не был оригинален и назвал свою новую программу просто – весенний концерт. Ну, а как, собственно, она еще должна была называться? Билеты, как всегда, не будут дешевыми. Зато артист является гарантом, что недовольных не будет. Над нами развернутость, зимнее знамя. Нет лиц у тех, кто против. Нет лиц у тех, кто с нами. Не смей подходить, пока ты не скажешь, кто ты такой. Он всегда работает честно, с полной отдачей, хотя, как известно, он никогда не делает того, что ему не хочется. И поет, соответственно, только то, что актуально для него в данный момент. Да и зачем, собственно, эксплуатировать старый материал, пусть даже и на радость публики, когда более свежий имеется в избытке. Полюбившиеся хиты – это прошлое, а БГ живет настоящим. Как ни крути, а Диснея сказки снимать умеет. И поэтому новый фэнтези-проект «Золушка» стал одним из ожидаемых в этом году. И пусть эта лента не внесет ничего нового в современный кинематограф, зато веяние сказки добавит добра в ваш весенний будничный вечер. На секунду задумайтесь, сколько уже было различных вариантов экранизации народных сказок. Если мы будем пытаться сосчитать их количество, то собьемся со счета. «Золушка» Диснея – очень добротно сделанный фильм для детей лет до десяти. В нем есть правильные и честные герои, гадкие злодеи, торжество добра в финале и много милых мышек, птичек, земноводных, ну и так далее. У этого фильма потрясающие костюмы и платья, шикарные декорации и спецэффекты – то, что надо. Куда вы? Стойте! Подождите! Скорее, едем! Милая, добрая, живая сказка, способная увлечь повествованием и порадовать зрителя красивым изображением, рекомендована к просмотру всей семьей или с любимым человеком. Уверяю, вы не разочаруетесь. Анна Карелина, Михаил Шокур, Новости РНТВ, Архангельск.